Сначала по объему рынка. Его на цену специализуется как в 0,06% от рынка пива в российской федерации. Это где-то 5,5, максимум 6 миллионов литров в год. Речь идет о алкогольных напитках дорожения, таких как медовуха, хидр, яблочный грушевый. Ну, здесь вот эти вот основные, так сказать, разбитые, это уже вариации, значит, медовуха. По оценкам различных специалистов, но он был вообще рынок на нуле несколько времен назад. Только, только вот там. В нулевых годах он начал потихоньку расти. Угодя этому у нас и небольшое развитие, которые появились, и пчеловодство, и пошло, мы же отмечаем, и развитие садоводства пошло, потому что стали люди вкладывают деньги, бизнесмены, в основном малый и средний бизнес, вкладывают деньги в развитие садов, и это в связи от того, чтобы, так сказать, получать более качественный продукт. Это в первую очередь не даст умереть в отрасли, а по однозначному мнению опоры, если ввести рецептирование этих напитков, ведь у нас, давайте вернемся к истории, до 2011 года слабоалкогольные напитки, свеч, натуральные напитки, да, которые у нас были в 171 законе, они были выведены из-под действия этого закона вместе с ее. А вот почему-то кому-то захотелось, вдруг натуральные напитки не рекомендуются с 2011 года. Ну, понятно почему. Небольшие производства, которые сейчас производят пиво и производят натуральные напитки, вполне возможно, они за счет этого будут расширять свою линейку и выигрывать на этом поле, и увеличивать таким образом, в общем-то, развитие нашего малого бизнеса. Не говоря уже о том, что они будут развивать традиционные напитки, которые были всю жизнь на Руси. Конечно, это дополнительный барьер административный, который... Любой административный барьер, он должен нести в себе какую-то логику. Лицензирование, оно, с точки зрения логики, необходимо для того, чтобы отсекать недобросовестных производителей от добросовестных, да, и заниматься контролем этих добросовестных производителей. Так вот, логики в лицензировании для такого рода напитков я не вижу.